В четверг 30 сентября белорусский президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов ряда стран в Минске, заявил, что в настоящее время в Белоруссии объективно назрел час перемен, однако речи о кардинальной смене приоритетов не идет. Лукашенко также отметил, что в республике проходит год национального единства, цель которого дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ и объединение многонационального народа Белоруссии на основе идей, суверенитета и независимости. Он подчеркнул, что справедливость в международном и межгосударственном взаимодействии и поведении внутренней политики это то, к чему белорусы стремились на протяжении всей своей истории. По словам президента, белорусский народ и дальше будет укреплять свои патриотические устои, основанные на идеях суверенитета и независимости. Беларусь также готова налаживать взаимодействия с партнерами и государствами, которые готовы к сотрудничеству и уважают суверенитет и независимость республики. В то же время Лукашенко подчеркнул, что находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь, как никакая другая страна, понимает важность объединяющей международной повестки дня. Напомним, что в четверг белорусский лидер принял верительные грамоты послов Азербайджана, Ливана, Малайзии, Монголии, Армении, Индии, Индонезии, Туниса и ЮАР. По словам Лукашенко, начало этих дипломатических миссий приходится на период важных преобразований в Беларуси. В основном это касается внутренней обстановки в стране. Для того, чтобы гарантировать динамику будущего развития белорусского общества, следует скорректировать внутреннюю и внешнюю политику страны, поэтому перемены объективно необходимы. Во время церемонии каждой из стран было уделено особое внимание. Президент от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность всему азербайджанскому народу и своему другу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность. А что касается Армении, Лукашенко заверил, что Беларусь открыта для предложений по дальнейшему развитию прочных отношений с ней во всех сферах. Ведь дружественные отношения, совместная история и тесные межличностые контакты связывают две страны на протяжении многих лет. В заключение церемонии глава государства поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси. Он подчеркнул, что в самом скором времени эти государства убедятся в том, что Беларусь готова к активному сотрудничеству во всех сферах взаимного интереса.